К Международному дню коренных народов мира мастерицы из Ненецкого автономного округа показали свои работы, поделились опытом и рассказали об истории своих изделий. О хранительницах ненецких традиций расскажет Катрина Тайбарей. Международный день коренных народов мира – один из самых добрых праздников планеты. 9 августа его отмечают по всему миру. Но что же на самом деле отражает истинную культуру народов? Ответ очевиден. Конечно же, его национальные костюмы. На мне сейчас неинская паница. Локоть лисицы след медведя Хорламбей в переводе с неинского арга оленя. Все это название неинских орнаментов. Север всегда славился своим колоритом. Во многом благодаря мастерицам нашего региона. Одна из них – жительница поселка Красная Екатерина Тайбарей. Родом женщина из малоземельской тундры. Любовь к шитью ей прививала с самого детства мама. С малых лет Екатерина училась держать в руках иголку с наперстком и шить оленями жилами. Я начинала шить вот с таких вот куколок. Малицы им шила. Это ненецкие куклы Уко. Они шиты из клюва птиц. Куколки всего стойбища были одеты. Об этом маленькая Катя позаботилась. С годами приходил опыт и новые идеи. Сегодня мастерица виртуозно владеет инструментами для шитья. В её коллекции множество бурок, панец, малиц на все возраста и для каждого члена большой семьи. Но, как говорится, талантливый человек талантлив во всём. Помимо шитья Екатерина Тайбарей поёт, ставит спектакли, пишет песни на ненецком языке. Долгое время проработала методистом ненецкого отдела в Доме культуры. И все костюмы для своих постановок и выступлений коллектива шила сама. И вот когда я ставила спектакли, мне всегда нужны были костюмы. То костюм для бабушки, вот этот вот. Он костюм это для бабушки шила. Костюмы были разные всегда. Это для женщины костюм был шит. Как ни крути, развитие есть везде. И даже в национальной культуре. Я участвовала в инновации травицы ненецкого костюма в конкурсе. Вот я шила все вот эти вот уже стилизованные костюмы. Есть и те мастерицы, которые выдвигают традиционное ремесло на новый уровень. Продвигают массы и шьёт не только для семьи. Лилия Тайбарей, например, основала дом ремёсел в ненецком посёлке. И одевает всех желающих, изготавливая одежду на заказ. Начиналось всё, как обычно, из дома. Мы же просто пока реализуем свои какие-то творческие потребности. Мы начали вообще просто шить обувь, шьём бурочки. Значит, если есть шьём бурочки, есть материалы, остаются остатки. И, соответственно, ты уже начинаешь, хочется чего-то творческого. Национальную культуру важно не только сохранять, но и продвигать. Знакомить мир с колоритом ненецкого народа. Этим Лилия и занимается. Стали делать заказы именно традиционной одежды нашей. И так получилось, что нам стали интересоваться и приезжать в гости. Мастерица сохраняет технику шитья предков. Его первоначальный вид, каким он был много десятилетий назад. Несмотря на то, что шитьё национальных ненецких костюмах очень трудоёмкий и кропотливый труд, Лилия Тайбарей наслаждается творческим процессом. И любимое занятие стало способом заработка. То, что умеем хорошо делать, можно и на этом зарабатывать. В первую очередь, да, когда я открывала, я думала, что доход всё-таки какой-то всё равно будет. Как отмечает мастерица, фишка ненецкого автономного округа – это его люди, самобытность народа и его культура. Мы со своей стороны, как ненцы, мы можем показать ту красоту, которую, в принципе, могут увидеть люди со всей нашей страны, даже и не только, и всего мира. То, на что мы способны. Сохранить свои корни, история своего народа и самобытность крайне важно в современном мире. Ведь именно наши истоки делают человека неповторимым.